МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Миллионы на свалком на рекультивацию в Пехтулино под угрозой срыва. Чужих детей не бывает. В столице Чувашии прошел съезд замещающих семей. Победный дебют в минувшие выходные хоккейный клуб Чбоксары провел первые предсезонные товарищеские матчи. Ход проведения уборочных работ и подготовку к новому учебному году обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. На сегодняшний день все районы вышли на уборку урожая зерновых. Аграриям предстоит убрать зерновые с 297 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом по Чувашской Республике больше на 6 центнеров с одного гектара. Здесь мы увидим, но это ниже, чем в среднем по ПФО и по Российской Федерации. Полным ходом готовятся к 1 сентября все учебные заведения Республики. На сегодняшний день это 942 общеобразовательные организации. С 11 июля приемку проводят муниципальные комиссии при Минобразовании Чувашия. Завершить приемку планируется 15 августа. По состоянию на сегодняшний день в Республике принято 777, это 90% организаций находящихся в объединении муниципалитетов и Минобразовании Чувашии. Ситуация с освоением средств на рекультивацию Пехтулинской свалки вновь подверглась критике со стороны главы Чувашии. С подробностями Родион Архипов. Из федерального бюджета на рекультивацию Пехтулинской свалки в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» выделяется 331 миллион рублей. Сумма немалая, поэтому так важен надежный подрядчик, чтобы сроки освоения средств неукоснительно соблюдались. Уже дважды объявлялся аукцион на выполнение работ по рекультивации санкционированной Чебоксарской свалки твердых коммунальных отходов. Но Чувашская УФА снаходила нарушения и отменяла проведение конкурсов. Третий раз столичная администрация в лице МУП ЖКХ провела открытый конкурс вместо рекомендуемого электронного, хотя именно электронный обеспечивает открытость и прозрачность закупки. Выиграла общество с ограниченной ответственностью «Автодор». С уставным капиталом 20 тысяч рублей. У этой организации нет имущества и транспортных средств. 151 человек работает, среднемесячный уровень зарплаты по итогам полугодия 4600 рублей. Очень много вопросов возникает. Даже менее года работает организация, менее одного года. Плюс, когда нет транспорта, когда нет имущества, как такая организация по подготовленной некачественной конкурсной документации могла выиграть вообще. Этого допустить нельзя. Глава республики поручил специалистам контрольной счетной палаты досконально проверить условия, техническое задание последнего конкурса. Как могло такое произойти? Как можно доверить освоение большой суммы малоизвестной компании? Однако вот неэффективное, безответственное и безобразное проведение администрации города Чебуксара, процедуру другого, срывается с заключением контракта и на сегодняшний день. Правила игры установлены, стандарты есть. Для сведения всех, кто является главным посредителем, они знают, в случае несвоевременного заключения контракта по тем правилам, которые установлены правительством Российской Федерации, с 1 сентября наши средства могут быть выделены 113 миллионов рублей и изъяты Министерством финансов Российской Федерации. Потому что это правило предусмотрено. Сегодня уже 14 августа. Мы не должны допустить срыва проекта перекультивации свалки и обязаны предпринять все меры, чтобы сроки были соблюдены. Надо провести открытую публичную процедуру торгов, обеспечить подготовку качественной конкурсной документации. Подчеркнул глава Чувашия. Радион Архипов, Расиль Мухаммедов. Республика. В Чебоксарах завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Члены комиссии проверили почти 200 школ и детских садов. Особое внимание специалисты уделяли безопасности. В настоящее время 100% образовательных организаций города оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, оснащены кнопкой вызова полиции, имеют ограждения по периметру территорий и оборудованы системы видеонаблюдения. С 2016 года начата работа по установке турникетов в школах сегодня. Ими оборудованы 6 школ. До конца года пропускные системы появятся еще в 25 образовательных учреждениях. Еще одно требование – наличие учебных мест для школьников. По нормам СанПина это не менее 2,5 квадратных метра на одного ученика. В Чебоксарах эту проблему решают поэтапно. К новому учебному году переоборудовали помещение в трех столичных школах. Это позволило дополнительно создать 240 мест. Бережливая медицина – так называется новый принцип организации помощи в поликлиниках Чувашии. Основные положения этого принципа – своевременная постановка диагноза ранее начала лечения и рациональное использование средств и ресурсов. О том, как работает принцип бережливой медицины на примере поликлиники онкологического диспансера – наш репортаж. Онкология – серьезный диагноз и порой даже настрой помогает выздоровлению. Людмила Семенова рассказывает, что заболевание у нее обнаружили еще в 2009 году. Она помнит, какой поликлиника была до модернизации и какой стала. Значительно изменилась, потому что когда я ходила в 2009 году по коридорам этой поликлиники, было довольно мрачно, не было мест сидячих. И вообще казалось, что даже посетители были недовольны тем, что вроде как мрачные кабинеты были. А сейчас ходишь, все светло, есть места, где можно отдохнуть, даже на диванчике посидеть, если более долгий прием. В общем, мне нравится здесь сейчас все. Людмила отмечает, что изменился и сам подход к приему пациентов. Их маршрут выстроен детально. Теперь нет длинных очередей недовольных больных и замученных врачей. Каждый врач видит, сколько человек у него за дверью. Есть такая система, которая на компьютере показывает, сколько у меня в очереди человек. И кто по записи, кто экстренный. Могу регулировать очередь. Сейчас в каждом кабинете два компьютера. Заполнять карты, смотреть результаты анализов и лечения. Распечатывать направление на обследование может и врач, и медсестра. Пациент может идти на лечение без амбулаторной карты. Все в электронном виде у нас. Все есть папки, есть и на бумажных носителях. Он находится под рукой, не вставая из своего рабочего места. Мы можем прием организовать очень быстро. Все бланки у нас, все документы, все есть в компьютере. И если компьютер зависает к каким-то причинам, то есть на бумажных носителях. Регистратура в поликлинике преобразована в консультативно-справочный отдел. Оформят карту и направят к нужному врачу в течение нескольких минут. Записаться на прием можно и по телефону колл-центра. Там же расскажут о расписании и лечении. Пациент должен получить качественную медицинскую помощь в максимально короткие сроки. Мы работаем с 8 до 8. Врачи работают у нас в две смены. И пациенты записываются на прием по целям вращения. То есть у нас есть отдельная запись для первичных пациентов, для повторных пациентов и пациентов, которые идут на консилиум. Ежедневно мы также принимаем электронные заявки от медицинских организаций. Заочно консультируем пациентов и определяем все тактики ведения совместно с лечащим врачом. В среднем в день сюда приходят 250-300 человек. А с помощью телемедицины и электронной системы можно проконсультировать до 15 человек в неделю. В ближайшее время в онкодиспансере планируют провести модернизацию диагностического центра. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. 12 августа после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни председатель Союза женщин Чувашия Ольга Зайцева. Гражданская панихида и прощание состоятся 16 августа в 10 часов в Чувашской государственной филармонии. Ольга Зайцева родилась на Украине в городе Янакиево Донецкой области. В 80-е годы Ольга вместе с дочерью и мужем переехала в Новочебоксарск. В 2006 году она стала депутатом Госсовета и возглавила комитет по социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту. Тремя годами позже Ольгу Юрьеву избрали председателем Союза женщин Чувашии. Под ее руководством общественная организация сплотила вокруг себя талантливых, амбициозных женщин нашей республики. Союз проводил большую работу по сохранению нравственных ценностей, укреплению роли женщин в семье. За вклад в развитие общественного движения Ольга Зайцева имеет благодарственное письмо от президента России, благодарность главы Чувашии и почетное звание заслуженной работника здравоохранения Чувашской республики. По данным Министерства образования и молодежной политики республики, Чувашия – лидер в стране по семейному устройству сирот. За пять лет число приемных семей в республике увеличилось на треть. При этом воспитанников детских домов стало в четыре раза меньше. Была проделана огромная работа, в том числе и ассоциация замещающих семей Чувашии. В эту субботу организация провела съезд руководителей замещающих семей. Татьяна – мама троих мальчишек. Каждый из них со своим характером. Старший занимается спортом и увлекается моделированием. Ребята помладше ходят в детский сад и поют в хоре. Татьяна вместе с мужем старается уделить внимание каждому. Они не скрывают, что двое детей приемные. И ни в коем случае не делят их на своих и чужих. На этот шаг я решилась, когда вышла замуж. Муж у меня на тот момент был опекуном двоих детей. Все дети шалят, все дети хулиганят. Также точные эти дети. В принципе, все то же самое, что, например, с родным ребенком у меня происходит. Тоже и с мальчишками помладше у меня происходит. На съезде приемно-родительских организаций Татьяна уже второй раз. Встречи с замещающими семьями проводятся и на базе местного детского дома в родном городе Татьяны. У нас очень интересное мероприятие. Мы собираемся, мы даже вплоть веселимся. Дети у нас отдельно занимаются, родители отдельно. Нам очень помогают психологи, помогают решать какие-то проблемы. Для желающих были организованы психологические консультации. Задать вопрос специалисту могли те, кто только решается на ответственный шаг. Забирать ребенка в семью, руководствуясь одним только душевным порывом, не стоит, отмечают специалисты. Важно понимать, что ребенок из детского дома особенный. Ему нужно в два раза больше любви и внимания. Человеческая помощь нужна и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У нас по статистике полторы тысячи семей кризисных в республике. И кто бы помог им, кто реабилитировал бы эту семью, где родители, возможно, пьют. И в то же самое время у нас 15 тысяч добровольцев. Такая огромная армия. Мы хотим их профессионализировать, дать им навыки, дать им какие-то компетенции, для того, чтобы они могли реабилитировать подобную семью. Помимо приемных родителей, участниками съезда стали волонтеры, общественники, представители органов власти. Все они чувствуют личную ответственность за судьбу детей, оставшихся без попечения родителей. На памяти каждого история, которая оставила след в душе и подтолкнула к занятию благотворительностью. Мы приехали в один детский дом, и там обнаружили девочку, которой обгорели руки в детстве. Просто сгорели руки, она сама обгорела. И, значит, мы стали работать насчет того, как найти ей приемную семью. Попробовали сделать такой проект. Социальная сеть в помощь детям-сиротам. И вот в том году мы вместе устроили в семье порядка 45 детей. Эта история со счастливым концом. Маленькая Алена обрела семью в лице Татьяны и ее мужа. Организаторы съезда уверены, что с каждым годом таких историй будет все больше и больше. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Одним из ярких семейных событий предстоящего дня города станет фестиваль «Аистенок». Он пройдет в девятый раз. Самые креативные и талантливые родители покажут, в какое чудо можно превратить обычную детскую коляску. Готовится поразить горожан и семья Харитоновых. Фестиваль «Аистенок» – это конкурс-карнавал, где главными участниками являются дети, родители с детскими колясками. Любящие мамы и папы воплощают свои самые невероятные фантазии. Оказывается, обычное прогулочное средство можно превратить в гоночный автомобиль, космический корабль, кукольный домик и многое другое. Для семьи Харитоновых фестиваль стал доброй семейной традицией. В прошлом году они участвовали в номинации «Сказка-коляска», а в этом году будут бороться за звание «Коляски будущего». Хотели сделать ракету, космический корабль, а потом подумали, это все будет, наверное, где-то в будущем, а сейчас нужно смотреть на жизнь сегодня и сейчас, но на шаг вперед. И мы решили сделать такую коляску для мам молодых, чтобы они и занимались спортом, поддерживали свою фигуру, но при этом и занимались детками, катали, гуляли, не сидели дома. И так упорно спорт и здоровый образ жизни. На подготовку у семьи ушла неделя. Они считают, что главное не победа, а участие и положительные эмоции. Наша коляска называется «Семья прежде всего», потому что, думаю, не я одна такая считаю, что карьера, деньги, все можно купить, но семью, здоровье детей не купишь никогда. В национальной библиотеке состоялся очередной съезд Союза чувашских писателей. На повестке дня актуальные вопросы. Как выйти на книжный рынок, где опубликовать рукопись и что делать, если отсутствует финансирование? Последний стоит наиболее остро. Книги выпускаются небольшим тиражом, это при том, что читателей немало. Книги на чувашском языке читают и в других районах страны. Сейчас в Союзе чувашских писателей состоит почти 200 авторов. Для некоторых из них творчество – хобби. Я готов сказать спасибо за то, что они, несмотря на трудность, они пытаются, чтобы наша литература была, жила, чтобы народ не остался без литературы, без культуры, без людей, которые вдохновляют народ на будущее. В минувшую субботу в Лакрейском лесу прошел большой экологический праздник в центре внимания оказались завезенные из казанского питомника алтайские белки. Горожане пришли посмотреть, как они осваивают новый ареал обитания. Напуганные пристальным вниманием зверьки за считанные секунды ускользнули от любопытных глаз. Десять белок – теперь одна из достопримечательностей Лакреевского леса. Это количество выбрано не случайно. Белок не должно быть очень много. Объясню почему. Потому что белки, на самом деле, размножаясь, могут уменьшить популяцию птиц. Поэтому мы много белок не покупаем. Мы купили 10 белок, мы по этой теме провели консультации со специалистами. Это как раз то количество, которое на сегодняшний день нормально. Жилища для новых обитателей строили, что называется, всем миром. Администрация города Чебоксара и Сбербанк провели конкурс на лучший беличий дом. Горожане активно поддержали идею. Построили семь домиков и две кормушки. За лучшие работы вручили призы. Победительницей стала Татьяна Тихонова, учитель технологий в столичной школе номер 37. Приз пришла забирать ее бабушка. Кормушка, изготовленная нашими сотрудниками, тоже не осталась без внимания. У нас победа в номинации «Приглашаем к столу». Все затраты по закупке белок взял на себя Сбербанк. Начнем с белок. Дальше у банка есть очень много проектов. Планируем поддерживать различные направления. Все они направлены на соблюдение баланса в природе. Больше 250 килограммов отработанных батареек было собрано. Жители приносят. В сентябре месяце вместе с нашими партнерами мы планируем высадить более 10 тысяч саженцев деревьев. Мы приглашаем всех принять в этом участие. Шаги навстречу природе готовы делать многие неравнодушные люди. Особенно радует, что подрастающее поколение тоже осознает важность происходящего. За окружающей средой надо следить, чтобы наш мир не разрушился, как и она сама. Поскольку без окружающей среды нас и не было бы вообще. Татьяна Филатова, Арена Гавилян, Республика. Победный дебют в минувшие выходные хоккейный клуб Чебоксары провел первые предсезонные товарищеские матчи. На домашнем льду столичные богатыри принимали «Саратовский кристалл». Подробнее о том, как прошла встреча в нашем сюжете. На дворе лето, однако, хоккейный сезон на подходе. Уже в следующем месяце будет дан старт первенству высшей хоккейной лиги, где чебоксарские богатыри вновь будут биться за лидирующие позиции. А пока первый предсезонный товарищеский матч, который покажет наставникам, как уже успела сплотиться команда, чему нужно будет уделить особое внимание на тренировках, а главное, с кем будут продлены, а с кем заключены новые контракты в составе хоккейного клуба Чебоксары. Очередной сезон обещает быть не менее захватывающим. Новые наставники, новые игроки, а отсюда и, возможно, новые герои. Однако останутся и те, кто радовал болельщиков в прошлом. Пополнение произошло в тренерском штабе. На правах главного наставника остается уже известный нам Сергей Нуржанов, а его ассистентами будут в прошедшем игрок Сокола Алексей Трофимов и Александр Трофимов, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, дважды вице-чемпион России, который перешел в этом году в Чебоксарский клуб, с поста главного тренера ХК Алматы, Казахстан. Если же говорить об игроках, то конечный состав клуба еще не утвержден. Просмотры продолжаются. Ну, еще нет такой сыгранности, которую хотелось бы видеть, потому что сочетание новое. Одно у нас сочетание осталось с того сезона Горбенко-Иванов-Старков. Мы ждем усиления в рядах защитников. И ожидаем вратаря еще. В принципе, по нападению сейчас у нас уже костяк команды сформировался. Предсезонные матчи во многом влияют на решение наставников от декомплектации клуба. Поэтому победа, по словам Сергея Нуржанова, в прошедших товарищеских матчах не главное. Однако может стать приятным бонусом. Ребята под нагрузкой находятся, поэтому тут рано судить еще по результату. Конечно, хорошо, когда команда выигрывает, но много очень ошибок, брака. Опять же, на фоне усталости, кто сейчас играет под серьезной нагрузкой, тот и в сезоне покажет свой класс. В матче первого дня чубоксарские богатыри одержали безоговорочную победу с разницей в счете в 4 очка. По завершении встречи на табло 6-2. Но во второй день хозяева заставили понервничать зрителей, доведя игру до овертайма. К счастью, все разрешилось в пользу нашей дружины со счетом 5-4. В основном игроки набирают физическую подготовку, именно сплоченность команды. По ходу матча нужно обратить внимание на игру в обороне, потому что очень много ошибок делаем в обороне. По нападению вопросов нет, много моментов, реализация есть. В дальнейшем будем дальше стараться и одерживать победы. Это лишь первый товарищеский матч. Уже завтра чубоксарцам предстоит принять гостей из Казани, участников чемпионата молодежной хоккейной лиги «Ирбис». Екатерина Абрамова, Арена Гавеляна, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами не прощаюсь. Через несколько минут встретимся в эфире программы «По существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин